И, значит, началось 6 ноября, раненько утро, началась стрельба, шум, крик. Мы поднялись, мы поняли, что началась акция по уничтожению евреев. До того мы уже знали, что за городом готовили ямы. Мы на плену вырыли ямы, где когда-то был кирпичный завод, там овраг большой. Мы уже знали, что там есть, готовят ямы для евреев. И началось утречком, в 6 часов, началось витать, начали людей выгонять на улицу. Отец сказал, что вы все прячетесь, я больной, я никуда, вот я открою дверь. Мы все попрятались. Я залез на чердак, в дымоход. Тетка с братом спрятались за шкафом. Сестра залезла под кровать, но когда зашли немцы, полицайи в основном, они выгнали сестру и отца. А мы все остались. И выгнали все от жителей, детей со всех домов и угнали. А мы остались. Брат вышел и говорит, мы тут не спрячемся, надо где-то спрятаться лучше, потому что еще придут. И у нас был, в сарае был погреб. Он его замаскировал, мы залезли все в этот погреб. И лежали там до вечера. Правда, заходили в дом, искали, но нас не нашли. Вечером появилась сестра, начала назвать. Она, когда выгнали, она успела удрать. В подворотне она удрала и спряталась, а потом зашла в дом. Она знала, что мы остались, и она туда зашла и начала назвать. Мы окликнулись. Она говорит, всех угнали. А отца с палочкой как-нибудь, и он тоже ушел. А потом вечером пришел отец, и он рассказывал, что там было. Всех несчастных евреев согнали в этот бывший костел, где был клуб, которых они успели захватить. Там были крики, плачь, маленькие дети. И немцы оттуда начали машину вывозить. Уже к яму. Вывозили. Но прежде чем вывозить, они привезли еще какой-то суп, накормили людей. Потому что с самого утра до вечера. А потом какой-то полицай объявил, кто специалисты, сапожники, портные. Просим выйти. И отец, там эти полицаи же знали, что он портной. Тоже встал в этой... И его отпустили домой. Акция, первая акция 6 ноября длилась до вечера, до темна. Остальных, которого они не успели, просто не успели они вывезти, они распустили. Отпустили по домам. Потом, на второй день, некоторые удрали этого, рассказывали, как это происходило, уничтожение евреев. Они отбирали детей от матерей отдельно. Всех разделили наголо. Всех. И расстреливали. Прямо у края ям расстреливали. Там крики были. Это был уже ноябрь месяц. Мороз. Голые стояли, ждали свою очередь. Детей убивали в другом месте, в этом же обраке, только у другой ямы отдельно. Вот это, что нам рассказали очевидцы, которые были у ямы, которым удалось спастись. Хоми. Субтитры подогнал «Симон».